Чем больше переживает и огорчается человек из-за своей греховности или неблагодарности Богу, смиренно оплакивая то, что своими грехами он опечалил своего Небесного Отца, тем большей божественной радостью и душевной усладой одаривает его Господь. Хотя к печали такого человека примешивается боль, но в ней есть надежда и отрады. Однако тот, кто хочет иметь божественное утешение, не должен просить об этом Бога. Нужно осознать свой грех, покаяться в нем, и тогда божественное утешение придет само. Божественное утешение бывает от покаяния. Часто наши болезни случаются из-за нашей беспечности и невнимательности. Но милостивый Бог обращает их во благо и использует для нашего спасения. Поэтому нужно терпеть болезни безропотно и с благодарностью Господу. Так мы можем спасти свою душу. А для того, чтобы у нас были силы смиренно переносить болезнь, надо наши мысли сосредоточить не на себе, а на наших ближних, которые страдают гораздо сильнее, чем мы. Некоторые приходят и жалуются. «Отче, у меня головные боли». И при этом не обращают внимания на парализованных детей, которые лишены даже возможности ходить. Если человек сострадает несчастью своего ближнего, то и его собственная боль значительно облегчается. Болезнь всегда приносит человеку огромную пользу. Болезни помогают людям, не имеющим добродетелей, стяжать милость Божию. Здоровье – это хорошее дело. Но той пользы, что приносит человеку болезнь, здоровье ему дать не может. Болезнь приносит человеку духовную прибыль. Болезнь – это величайшее благодеяние. Она омывает человека от грехов, а иногда и обеспечивает ему небесное воздаяние. Если душу человека уподобить золоту, то болезнь подобна огню. Это золото очищающему. Ведь и Христос сказал апостолу Павлу, «Сила моя в немощи совершается». Чем больше страданий причиняет болезнь человеку, тем сильнее он очищается и освящается. Надо только переносить это испытание без ропота и с радостью. Немного терпения – это единственное, что от нас требуется. Бог дает болезнь для того, чтобы человек получил небольшую награду и с помощью болезни искореняет его недостатки. Ведь телесная болезнь исцеляет болезни духовные. Телесная болезнь смиряет человека и таким образом ослабляет болезни его души. Бог все обращает во благо человеку. Все, что он попускает, приносит пользу нашей душе. Он видит, в чем мы нуждаемся и, соответственно, посылает нам болезнь или чтобы мы получили за нее награду, или чтобы рассчитались за какие-то грехи. Правильно ли делает человек, тяжело заболевший и решившийся не лечиться, а предать себя Богу? Если у него нет обязательств перед другими, он может поступить, как хочет. Но если он связан обязательствами, то уже другие должны решать, надо ли ему обращаться к врачам или же предать себя воле Божией. Если человек не имеет обязанностей по отношению к кому-нибудь, то ему лучше предпочесть болезнь, а не здоровье. Имея здоровье, человек остается в долгу, а терпеливо перенося болезнь, он получает мзду. Люди больные, которые не могут совершать телесных подвигов, имеют возможность подвязаться духовно, искореняя свои страсти с помощью непрестанной молитвы и трезвения. Кроме того, они могут постоянно размышлять о святых страстях Господних, чтобы сделать собственные болезни желанными для себя и прославлять Бога своим терпением, и так стяжать мученический венец. Источник. Алфавит духовный. Старца. Паисия Святогорца. Субтитры создавал DimaTorzok